Продолжая все-таки тему угроз и их преодоления, премьер Польши Матеуш Моровецкий призвал к созданию независимой комиссии для расследования военных преступлений России в Украине. Позволю очень кратко себе процитировать. Буча, Ирпень, Гастомель и Матышин. Места, которые мы запомним. Россияне совершили геноцид. Это следует должным образом задокументировать и оценить. Россия – тоталитарно-фашистское государство, которое, вот здесь, внимание, должны остановить НАТО и Европейский Союз. Ранее, во время визита в Украину, премьер Польши говорил о необходимости введения миротворческой миссии НАТО в Украину. Вы, господин Сикорский, перед началом войны в одном из интервью говорили, что Россия будет воевать с НАТО, если случится война. Вот насколько реалистична перспектива введения миссии НАТО в Украину, по-вашему? Ну, тут есть несколько вопросов. Во-первых, ответственность карна. Как я понимаю, Украина узнала правильность Международного Требунау Карного в Хадзе на территорию Украины. А вот, если те збродни, которые были выполнены на территории Украины, то, мимо того, что Россия не является членом Конвенции о установлении этого Требунау, Требунау маа власть ситуацию правную и уже, о-веле я знаю, бада, збера доводы и будет могла желтать выдания справков, Зарówno tych безпосредних, как и тех, которые распятали эту несправедливую войну. Припоминам, что перед Tryбуналем Карном в Норынберге поставили людей, которые лично никого не забили. Сеф пропаганды, страйкер, лично никого не замордовал. Сеф МСЗ III Реши, Риббентроп, тоже никого не забил, а мимо то стали сказаны и стрacены. И этих масокр на Украине не можем пустить плацем. То по-первых. Если chodzi о то, до какого стопня есть это война, то в выводе, который Пани вспоминала, я имею в виду, что Украина достает поддержку со стороны НАТО. И мне кажется, что очень важное есть американское вывиадочное. И Украина имеет привагу информационную над Россией. В смысле войсковым. Украинские жоуниверы, доводство, они знают, где есть силы российские и как они перемещаются. Это получают от США. В этом смысле это война на олегность между Россией и НАТО, но на олегность именно. То, что запропонировал, без узгоднения с каким-то вiceпремьер полский, Ярослав Качынский, то что идет значительно дальше, то значит, что впровадение какого-то контынгенту востового с воинством НАТО на территорию Украины. И ваш президент уже сказал, что пока что он такого запросления не выставил и что он будет решать о том, какие войска на территории Украины находятся, а какие нет. Я, признаю, особенно сцептичный во время удаления полных жоуниров в такой миссии. Я был бы противный, потому что уже саму идею использовали Медведев и Лавров до пропаганды, до сияния заменту между Польшей и Украиной. И это было бы использовано, чтобы нас скучить со собой. Поэтому, что было бы то сбыть рызыкально. И по-третье, важнейшее есть то, чтобы государства в этой час на час высылали вооружение международного уголовного суда, который рассматривает все эти ужасы войны. И преимущество Украины в том, что она является членом этого сообщества, в отличие от России. Хотя Россия не является членом Еврокомиссии, но у нее есть огромные рычаги давления на всю международную политику. И это нам надо учитывать. Второй момент, очень важный, который тоже нужно рассматривать, это собирательная база. Сейчас нужно очень тщательно собирать все доказательства, свидетельства, их документировать всесторонне, силами внутренними, и также с помощью членов Еврокомиссии и членов международного суда. Мы не должны ни в коем случае допустить, чтобы такие ужасы, зверства, мародерства повторились когда-нибудь на территории Европы и всего мира. Следующий момент, что касается политики НАТО и взаимодействия. У Украины в данном вопросе есть очень много преимуществ. Первое, мы не должны говорить, что мы не получаем эффективной помощи от Альянса НАТО. Мы ее получаем, потому что даже разведка американских вооруженных сил нам дает данные в первую очередь, где находятся и в каком масштабе находятся вооруженные силы противника. Второй очень важный момент наших преимуществ это то, что Украина выигрывает очень сильно в информационной войне. Даже объединение всех каналов и подключение международной прессы это тоже играет только на пользу Украины. Но и если говорить о том, что Альянс боится, чтобы его не втянули в войну с Россией, можно сказать, что это виртуальная между ними война на расстоянии, потому что Альянс, хочет он того или не хочет, тянут в противостояние с Россией. И, как сказал наш известный политик Ярослав Катшинский, что мы можем просить и будем просить о введении контингента миротворческих сил на территорию Украины. Но президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только я буду решать, в каком качестве придут миротворцы и какие именно. Если интересует моя точка зрения, как политика со стажем, то я, в принципе, стою на той позиции, чтобы против введения миротворцев на территорию Украины, особенно если это касается польского контингента, потому что это разыгранная карта между Медведевым, Лавровым и всей политической элитой России для того, чтобы рассорить нас как стран-соседей. Мы очень похожи, мы страны Дружеского Союза, но пока мы находимся по разные стороны, потому что Польша – это очень сильный член НАТО с сильной базой. Украина пока внестатусное государство. И еще третий очень серьезный фактор помощи – это вооружение. Украина получила много вооружения и разного, в том числе и непосредственно от Альянса. Украина 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 Украина